Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Как правило, на качество жизни отражаются не только те недуги, которые мы приобретаем с годами. На качество жизни, естественно, влияет и наше хорошее настроение. От чего оно, собственно говоря, зависит? Да, на протяжении многих лет мы накапливаем столько много вредных привычек, мы много курим, много пьем не тех напитков, которые полезли для нашего организма, нерационально питаемся. И в результате что мы имеем? В одних случаях это гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, это избыточный вес. Да мало ли, что этот список можно продолжить до бесконечности. Но мы забываем еще об одном, что качество жизни обязательно зависит от нашего хорошего настроения. А хорошее настроение, как говорится в определенной народной пословице, если у тебя сегодня плохое настроение, пойди в магазин, купи обновку или сходи в салон красоты, и тогда мир снова засиняет радужными красками. И вот сегодня я и хочу пригласить вас в один из таких салонов, где людей делают красивыми, значит создают им хорошее настроение. А это, собственно говоря, и есть качество жизни, куда я вас сегодня и приглашаю. Салон или Любава, что на Намыве. Вот давайте и познакомимся, как здесь людей делают красивыми. Музыка. 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 Ну вот, теперь ведущий готов приступить к работе. Это обязательное условие для телевидения, чтобы привести ведущего в соответствующий порядок. И я невольно становлюсь клиентом салона красоты. И мы приступаем к нашей работе. Мы находимся в салоне красоты. И я представляю свою собеседницу врача-косметолога Ирину Яковлеву Кудрявцеву. Ирина Яковлевна, прежде чем мы начнем с вами разговор, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали несколько слов нашим телезрителям о вашем салоне, о тех возможностях и тех задачах, которые вы перед собой ставите. Добрый день, Петр Петрович. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Очень приятно, что вы затронули эту тему, тему красоты. Это мой любимый вид отрасли здравоохранения, который я перешла уже, конечно, в более зрелом возрасте. Я очень люблю косметологию. И, конечно, в конце своего профессионального пути стала врачом-косметологом. К нам в основном обращаются люди для того, чтобы устранить какие-то патологии кожи и улучшить внешний вид. Как статистика нашего салона показывает, что больше всего обращаемость идет по удалению новообразования. Этим мы занимаемся уже более 8 лет, после того, как приобрели американский аппарат. У нас электролазер, при помощи которого мы удаляем все виды новообразования. Если возникает потребность сомнительной, мы направляем на консультацию к онкологу. Первое. И когда мы уверены, что нам нам достаточно, и чтобы все равно снять вопрос злокачественности, мы направляем в лабораторию областной больницы. У нас есть договоренность. И в течение недели приходит результат. Из всех направлений, что мы направляли, 100% были положительные результаты. Нет онкозаболеваний. Ясно. Вот скажите, пожалуйста, а какой контингент, насколько сегодня востребовано вот это желание быть красивым? Вы знаете, востребовано в любом возрасте. И молодые ребята обращаются к нам. Это обычные юношеские акне, угри. Ребята подросткового возраста. Им уже хочется выглядеть лучше. К нам обращаются в среднем возрасте. Но к нам приходят и милые старушки, которым уже за 70, под 80 лет. Это наши самые, вы знаете, любимые, желанные клиенты. Им то, что они пришли, подарили себе радость, мы получаем от этого удовольствие, когда им доставили удовольствие, людям пожилого, преклонного возраста. Кроме того, у людей пожилого возраста больше новообразований тоже приходят. Мы, соответственно, делаем этому контингенту людей скидки соответствующие. Поэтому мы заслужили какую-то славу, репутацию, и к нам приходят люди в пожилом возрасте. Ну, о чем вы сейчас сказали в отношении молодых людей, и в частности назвали такое распространенное юношеское заболевание, как акне, как угри. Вот действительно, многие годы это проблемный вариант даже для дерматологов был. Как вы справляетесь именно с этой патологией, и насколько это эффективно, те современные инновационные приемы, которые вы используете в своей практике? Ну, мы в первую очередь используем, конечно, комплексный подход. Обязательно направляем на консультацию к терапевту, гинекологу, к эндокринологу, потому что очень много внутренних причин способствует возникновению грей. Мы проводим только те процедуры, которые касаются внешних улучшений, а внутренние – это в первую очередь должен заниматься доктор. Но косметология в последние 15 лет шагнула большими семимильными шагами. И очень много есть препаратов, препаратов по уходу в домашних условиях. Мы рекомендуем нашим пациентам соответствующие препараты, которые способствуют, чтобы этот процесс не прогрессировал, потихоньку утихал, и человек возвращался в строй, в социум, он выглядел красивым. Вот вы еще, опять же, затронули такой вариант, что определенный удельный вес занимают лица пожилого возраста. Да, вы правы, красоту необходимо сохранять при любом возрасте. Если не на 100%, то хотя бы на тот возраст, на котором они могли бы фигурировать, и чтобы показаться в обществе, сохранить привлекательность, я бы так сказал. Вот что вы для этого делаете? Какие? Это массаж должен быть какой-то, или же обязательно это какие-то сложные процедуры? У нас комплексный подход. Все зависит от платежеспособности. Начиная от тех людей, которые эконом, относятся к эконом-классу, соответствующие им, мы определяем уровень того, что может себе позволить человек. Начиная, действительно, от массажа, пилинги, чистка и заканчивая такими процедурами, как ботулинотерапия, контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация. Последние процедуры, которые мы освоили, плазмолифтинг. При помощи мезонитий мы подтягиваем кожу, укрепляем овал лица. Комплекс процедур, которые мы оказываем, очень разнообразен. Я знаю. Ну, не хирургическими методами, я полагаю. Естественно, не апляционными методами, не хирургическими, да. Нашими помощниками является лазерный аппарат, радиочастотный аппарат. Для поддержания красоты приобретено очень много аппаратов, которыми мы гордимся, которые помогают нам в процессе омоложения, в процессе назначения комплексного лечения. Музыка. 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 Ну, вот возрастные изменения кожных покровов, особенно лица, потому что лицо – это и есть зеркало, да. Мы часто смотрим и, конечно, не так радуемся иногда, да, что мы видим в отражении. Вот скажите, все-таки, а как такими простыми домашними способами можно сохранить тонус? Есть какие-то специальные рекомендации по поддержке тонуса кожи лица? 70% ухода за кожей лица – это домашний уход. Даже если у вас нету средств на приобретение дорогостоящей косметики своим клиентам, своим бабушкам, я говорю, делайте хоть что-нибудь с кожей, она вам ответит благодарностью. Хотя бы 3-5 минуточек уделите вниманию своей коже. Все, что вкусненькое, все можно наносить и на кожу. Кожа также любит питание. Все, что вы видите, вкусненькое. Летом сейчас очень много фруктов, овощей. Можно делать фруктовые, овощные масочки. 5, 10, 15 минут, не более того. После этого смягчающие масочки уже, в которых можно использовать творог, мед, кашки. Все это можно использовать в домашних условиях. И небольшой и небольшой массажик. Буквально 1-2 минуты. И я не люблю, когда ленивые люди говорят, у меня нет времени. Достаточно уделить до 3 минут в день, для того, чтобы иметь прекрасный вид. Естественно. Вот скажите, пожалуйста, все то, что вы сейчас сказали, это в равной степени относится к женщинам, которые всегда должны быть более привлекательны. А ведь мужчинам тоже, наверное, необходимо сохранять и какую-то мужественность лица. Потому что дряблость кожных покров, она никогда не украшает людей в любом возрасте. Здесь на этот счет вы можете сказать в отношении мужчин, что можно им порекомендовать? Определенный процент наших клиентов – это мужчины, которые поняли, для того, чтобы иметь привлекательный вид, тоже необходимо за собой, себе уделить внимание. И я мужчину уговариваю, хотя бы приходите 2-3-4 раза в год, это вам будет достаточно. У меня есть просто хорошие примеры, мужчины, которые приходят раз в квартал, мужчина делает процедуру чистки и имеет прекрасный внешний вид. К сожалению, у мужчин нашего общества ассоциация того, что он пришел и нанес крем, сопоставима от того, что он прикоснулся к образу женщины. Но это совершенно не так. Я им объясняю. Если вы покупаете обувь, перчатки, которые тоже из кожи, вы за ними ухаживаете, вы протираете для того, чтобы имел прекрасный внешний вид. Кожа ваша тоже хочет маленького ухода, чтобы убрали пыль и нанесли крем, увлажняющий, соответствующий. Ирина Яковлевна, вот вы сейчас сказали в отношении мужчин, да, существует какой-то менталитет такой, что если посещает салон красоты, то это уже как бы вроде чуточку уже и не мужчина. Хотя сегодня, наоборот, многие, естественно, те люди, которые работают в офисе, которые занимаются бизнесом, они должны иметь привлекательный вид и, безусловно, посещают такие салоны. Это уже не считается мовитоном, а наоборот, хорошим тоном. Скажите, пожалуйста, ну и тем более мужчины, бреясь каждое утро, наносят травму кожному покрову лица. Ее надо как-то восполнять? Здесь особый какой-то уход. Нужно посоветовать людям, чтобы они не стеснялись этого, чтобы действительно наносили какие-то увлажняющие крема. Вот, кстати, по поводу мужчин. Бреясь, они совершают каждый день очищение нижней трети лица, очищение и пилинг. И поэтому обычно у мужчин нижняя треть лица выглядит намного моложе, чем верхняя. И, конечно, после процедуры бритья обязательно надо нанести лосьон противовоспалительный и легкий увлажняющий крем. То есть это обязательное условие? Обязательное условие, потому что кожа выполняет главную функцию, барьерную функцию, функцию защиты. И в норме кожа покрыта водно-липидной мантией, которая защищает от неблагоприятных внешних воздействий. Поскольку мы ее смываем и ничего не наносим, мы кожу обнажаем. И кожа легко восприимчива к солнцу, к внешним факторам, к факторам внешней среды. Поэтому обязательно необходимо каждый день наносить увлажняющий крем. А в зависимости от времени года как-то меняется вот эта направленность? Какой крем желательно? Питательный или увлажняющий? Конечно. Летом можно наносить легкий увлажняющий крем. Зимой этот крем должен быть более тяжелый, по содержанию здесь будут превалировать масла. И есть соответствующий зимний крем. Обязательно надо менять летний и зимний крем. Тем более, что кожа легко привыкает и надо какой-то дать стресс, опять-таки, для того, чтобы она правильно работала. Вот скажите, насколько фактор инсоляции повышенной влияет на изменения или на процесс старения кожных покровов лица? Солнце является одним из первых факторов, который влияет на старение кожи. Под воздействием солнечных лучей в коже образуются свободные радикалы. Свободные радикалы ведут себя я привожу пример как пьяные человечки, которые могут вступать легко в разные связи со всеми другими окружающими клетками. И для того, чтобы этих пьяных человечков связать, им нужно получить дозу антиоксидантов, человек должен принять внутрь, или крем с содержанием антиоксидантов, для того, чтобы уравновесить эти свободные радикалы. Свободные радикалы ведут к тому, что химические реакции в коже неправильные. Это способствует пигментации, сухости кожи. И для того, чтобы связать свободные радикалы, и нужны нам антиоксиданты, употребление антиоксидантов. Имеется в виду вовнутрь? И вовнутрь, и наружу. Крема содержит антиоксиданты. К антиоксидантам относятся витамин С, Е, омега-3, омега-6, жирные кислоты, вытяжки из определенных видов растений. Ясно. То есть, всегда можно найти способы, которые позволяют, в общем-то, сохранить, да, или же улучшить состояние кожных покровов лица. Потому что это очень важно. Ну, вот, известный постулат, мы уже как-то косвенно с вами уже и сказали, что красота спасет мир. В данном случае красота человеческого лица. Вот как вы, как человек, который теперь занимается этой основной профессией, вот что вы вкладываете в это понятие? А вы знаете, что, кто создает красоту и кто ее бережет, тот никогда не возьмет руки оружия и не будет воевать. И, поэтому я в слово красоту вкладываю, в первую очередь, мир. Мир на нашей земле, на Украине. Ясно. Нет, я вспомнил еще высказывание Чехова, что в человеке все должно быть прекрасно, да, и поэтому здесь, наверное, это имеет очень большое значение, то, как выглядит человек, в том, в чем он одет. Я, вы знаете, буквально недавно общался с некоторыми бизнесменами в Киеве, и вот они, да, он собирается в салон красоты. Я говорю, что ты собираешься там делать? Ты нормально выглядишь и все. Что ты? У меня уже волосики на ухо нализают. А это считается ненормальным для офисного работника, все должно быть четко, в общем-то. Я говорю, боже мой, так это ж уже неделя прошла, как ты так хорошо выглядишь, и ты снова бежишь в парикмахерскую. Положение обязывает, нужно производить на клиентов хорошее впечатление. Вот это то, о чем мы с вами говорим. То есть... И хочу сказать, что молодым людям, которые собираются устраиваться на работу, даже шансов устроиться на работу, пройти собеседование, намного выше, чем у людей, которые имеют неопрятный внешний вид и не такие симпатичные. И мне хочется привести пример, который недавно абсолютно обошел всю нашу Украину. Была создана новая полиция, были созданы фотосессии наших молодых ребят. И наибольшую популярность получили селфи начальника нашей молодой полиции в Киеве и одной красивой девочки. И те, все ребята были очень красивые. В первую очередь обратили внимание на тех, кто был красивый. Ну, то есть фейс-контроль, он был, есть и остается. Ведь он действительно это является визиткой, в общем-то, да? Никто не заставлял вот обратить внимание, но все обратили внимание на красивых людей. Логично. Логично. Потому что, опять же, возвращаясь к Чехову, человек все живет прекрасно, если у него хорошее лицо, он не может быть плохим внутри по определению. Так ведь? А именно хорошее настроение создается тогда, когда ты понимаешь, что в тебе все хорошо. И ты способен нравиться собеседнику, во всяком случае, тем людям, с которым тебе приходится общаться. Наверное, это имеет значение и для нашего начальства, для любого уровня. Правильно ли? Человек хочет быть привлекательным. Когда он привлекательный, когда он интересный, он становится интересен собеседнику, с ним приятно общаться, человек внутри обретает в себя уверенность, самодостаточность, он становится интересным человеком. Вы знаете, я знал очень хорошо, к сожалению, его уже давно нет в живых, одного главного врача из наших районных центров, к которому мы, как областные специалисты, часто приезжали. Его было приятно видеть всегда подтянутым, опрятно одетым, великолепно выглаженная рубашка, подобранный галстук. Вы знаете, с таким человеком всегда было приятно беседовать, это располагало всегда, и к какой-то искренности. И ты понимаешь, что этот человек очень искренен, доброжелателен, и ты не имеешь права вообще к нему по-другому относиться. Это же действительно здорово. Но это и мобилизует тебя тоже. Конечно. И ты, о, все правильно вы сказали, мы должны обоюдно обогащаться от этого, соприкасаясь с прекрасным, нужно что-то перенимать и для себя, какой-то или опыт, и все. И вы думаете, почему же я не так выгляжу, правильно ведь? И причем возраст здесь не помеха. Ну что, заканчивая нашу передачу, как бы здорово в ваших будуарах не было бы, все-таки наша передача имеет ограничения, мне бы хотелось, чтобы вы в конце выступили с общими пожеланиями для наших людей, как сохранить красоту души, лица, тела, которое так или иначе сопряжено с качеством жизни. Если ты хорошо выглядишь, у тебя хорошее настроение, значит, к тебе не так часто будут приставать болезни, ведь правильно? Вот чтобы вы могли посоветовать в общем. Обычно, когда человеку круглый, исполняется день рождения, ему всегда советуют здоровье, красоты. А я думаю, ну это в первую очередь зависит от самого человека, от того, что он хочет создать себя здоровым и красивым. и я хочу обратиться ко всем. Любите себя. Если вы себя полюбите, если вы себя начнете уважать и будете обращать внимание за своим здоровьем, за красотой, люди потянутся к вам, вас будут взаимно, вас тоже будут любить. Приходите к нам в салон, косметологический центр, где вы сможете получить все виды косметологических услуг. У нас есть подарочные сертификаты, вы можете получить услуги не только сами, но и подарить эти услуги своим родным, близким, кого вы больше всего любите, чтобы они смогли окунуться в мир красоты. Любите себя. Ну что ж, мне остается только сказать вам огромное спасибо, Ирина Яковлевна, и нашим телезрителям напомнить. Беседовали с врачом-косметологом Ириной Яковлевной Кудрявцевой. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами. Я думаю, что наши немудреные советы все-таки заставят вас посмотреть по-другому на свою внешность и понимать, что можно прийти к людям, которые способны преобразить ваш внешний вид и, естественно, создаст вам хорошее настроение. А это залог лучшего качества вашей жизни. Я прощаюсь с вами. С вами был Петр Зайцев. До свидания. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok